15-е заседание суда по делу о покушении на Александра Анкваба началось с допроса потерпевших. Беслан Ардзенба, глава администрации города Питсунда, рассказал суду, как покушались на его жизнь в 2007 году, а также охарактеризовал подсудимых, с которыми состоял в близком знакомстве. Анзора Будба, Рустана Гитсба, Алхаса Хутаба. Об Анзоре Будба он рассказал, что тот был в прекрасных отношениях с Александром Анквабом и не верит в то, что он мог покуситься на жизнь главы государства. Сколько я Анзора знаю, сколько Анзора знаю. Как это могу поверить, чтобы Анзор сегодня покушался на президента? Да дело не в Анзоре. Кто бы ни покушался, да дело не в Анквабе, на руководителя страны. Я считаю это неправильно. Показания, которые потерпевший дал в зале суда, по мнению гособвинений, не совсем точно передали суть того, что Ардзенба говорил на предварительном следствии. А именно о его отношениях с Павлом Ардзенба. Поэтому суд дал возможность прокурору огласить протокол допроса свидетеля. После задержания братьев Читанава в мае прошлого года из средств массовой информации мне стало известно, что последние, помимо посягательства на жизнь Анкваба, сообщили следствию о том, что по поручению Павла Ардзенба они покушались на мою жизнь несколько раз в 2007 и 2009 годах. Эту информацию стало еще одним подтверждением наших подозрений в причастности Павла в убийстве Аки, которое имело место в городе Москва. Я полагаю, что дабы не быть изоблеченным к причастности к убийству Аки, Павел покушался на мою жизнь, понимая и зная, что мы ведем свое расследование по проверке его причастности к убийству Аки, так как у последнего более ни с кем не было никаких конфликтов. Павел не мог простить Аки, что он стал ему поперек его политических взглядов, его влияния в политике. По мнению адвокатов, показания Беслана Ардзенба носят характер предположения и должны быть признаны недопустимым доказательством. Суд принял это заявление адвоката Берулава к сведению, поинтересовавшись, между тем, не станет ли угрозой безопасности для Беслана Ардзенба оглашение его показаний в СМИ, на что Ардзенба не дал четкого ответа, но и не стал препятствовать этому. Также в ходе заседания были допрошены потерпевшие Пандария и Цугба, братья погибших в результате теракта сотрудников ГСО. Подсудимый Анзор Будба выступил с ходатайством допросить потерпевшего Александра Анкваба. Он подчеркнул, что это не первая просьба, как со стороны подсудимых, так и со стороны адвокатов. Ваша честь, я попрошу, что Александр Золотинский, что он присутствовал на суде, потому что у меня несколько раз говорили на это, и он не повиняется. Почему свидетеля до сих пор уже два месяца здесь стоит, мы не готовы, на каком основании, к чему он должен готовиться, вот так вы мне объясните. А затем суд перешел к допросу свидетелей. Жена Рустана Гитзба, Фаина Барциц, отказалась свидетельствовать против мужа. Но, как выяснилось, женщина давала показания на предварительном следствии. Их и огласил представитель гособвинения. Фаина Барциц утверждает, что следователь не предупредил ее, что она имеет право хранить молчание. Другие свидетели рассказали о том, что видели в связи с покушением на Александра Анкваба в 2007 году, в бытность его премьер-министром. Из 20 приглашенных свидетелей в суд явилось только семеро. Именно поэтому судебная коллегия приняла решение составить список свидетелей, которые будут доставлены на очередное заседание суда в пятницу в принудительном порядке.